В октябре 1873 года родился Вячеслав Шишков, известный русский писатель, инженер-исследователь. На Алтае он побывал дважды, в начале 20 века исследовал реку Бию и оставил самое точное ее описание на тот момент. А с 1913 года и в течение двух лет Шишков руководил строительством Чуйского тракта. Он частично прошел по следам древней торговой тропы, но большинство участков тогда проложили заново. Литературным итогом лет, проведенных на Алтае, стали путевые очерки по Чуйскому тракту, а также ряд очерков и рассказов, где Шишков проявил себя как незаурядный литератор, оставив описание природы и быта жителей Алтая. В 1973 году крупнейшей библиотеке Барнаула было присвоено имя Вячеслава Шишкова. В октябре 1874 года на свет появился Николай Рерих, русский философ, писатель, художник. Его имя тесно связано с Алтаем. В июле 1926 года он в рамках Центрально-Азиатской экспедиции прибыл в Барнаул. Здесь он вместе с женой Еленой Рерих остановился в гостинице «Империал». К сожалению, она сгорела в 90-х годах. Именно супругам Рерих принадлежит знаменитая фраза «Барнаул – столица мира». Так авторы подчеркнули необычайную многонациональность населения будущей краевой столицы. Кроме того, во многом благодаря Рериху слово «Алтай» стало известным во всем мире. Он посвятил алтайской природе и мифам большой цикл живописных полотен. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова